А у нас второй день идет снег. Я с самого утра прилипла к окну и не могу оторваться, не могу налюбоваться. И сразу такое зимнее настроение. Все-таки для меня наш любимый праздник Нового года Рождества это в первую очередь снег. Хлопья снега, сугробы, кольки, санки. Дети играют в снежки, снег на деревьях, всюду. Ну, в общем, вы сами понимаете. А не зеленая трава с фигуркой снеговика на ней. Это я показываю вид из окна нашей спальни. А это вот задний двор. Смотрите, как красиво. По-волшебному просто красиво. Красиво-то красиво. Но вот эти самые 10 сантиметров снежного покрова просто парализовали страну в отдельных ее частях. Движение на трассе хуже, чем обычно. Некоторые школы позакрывали. Рейсы, некоторые рейсы поотмечали. В новостях без конца передают неутешительные прогнозы погоды. Предупреждают водителей быть осторожнее за рулем. Ну, а мы ждем гостей, наших любимчиков, Венеру с Тони и сыном. И вот уже накрыли стол по-новогоднему. Цвета все те же красные и золотые традиционные цвета. Но оформление немножко разное. В этот раз я к столовым приборам добавила вот такие интересные штучки. В общем, вот так выглядит мой новогодний стол. Мой предновогодний стол. Мы не стали ставить елку в этом году. Да и декораций у нас не очень много. Потому что, как вы знаете, мы уезжаем. А здесь есть такая примета. Украшают свои жилища задолго до Рождества. А потом уже, после 25 декабря, по истечении 12 дней после Рождества, все декорации должны быть убраны. То есть, примерно числа 4-5 января все уже должно быть убрано. Все уже должно быть просто, обычно, не попраздничным. А это мой отдат-календарь, который мне подарила сестра моего мужа в этом году. И за каждым вот таким новогодним домиком скрываются не шоколадки и конфетки, а средства по уходу. По уходу за кожей лица, волос. Всем вам до свидания. Спасибо за ваши лайки, за ваши комментарии. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok